ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ КОРПУСА Я внимательно ознакомился, ибо в этих выступлениях дается оценка происходящих процессов и перспективы на будущее. Советую всем политикам и депутатам внимательно изучить эти материалы, они будут определять политику ближайших лет. Что приятно, выступления Путина и Сидиппини во многом перекликались. Они за то, чтобы планета имела перспективу развития, и никто нам не навязывал свой образ жизни и свои порядки поведения, что делал Байден в выступлении, в том числе и требуя, и вмешиваясь в внутренние наши дела, с тем, чтобы мы плясали под их дудку, освобождая всяких попов-гапонов и других провокаторов. Но вместе с тем надо иметь в виду, что в ближайшее время будет выступление и послание Путина. На следующей неделе планируется встреча у лидера фракции с Владимиром Владимировичем. Я настаивал на этой встрече, беседуя с ним дважды в последнее время. Что нас крайне беспокоит? В нашей стране объявили гибридную войну. Эта война разрастается по всем направлениям. Вот только что у нас был в течение часа министр экономики решетников, и мы ему прямо сказали, без ясного и четкого планирования, без заботы о трудовом народе, без иной социально-экономической политики, политики, при которой выгодно было бы изобретать, работать и учиться, без заботы о локомотивах, которыми являются высокие технологии, наука, агропромышленные комплексы, стройка, нам не выбраться из системного кризиса. Он во многом с этим согласен, но правительство Мишустина за год так и не определилось, что делать с планированием, когда закон о стратегическом планировании промышленной политики был давно принят. Правительство не решило эту задачу, и мы обязаны все сделать для того, чтобы бюджет на новую трехлетку максимально учитывал все наши предложения. В этой связи на 15 февраля мы наметили здесь большие слушания, пригласили всех министров и руководителей, руководителей народных предприятий, тех, кто определяет финансово-экономическую политику. Я вас прошу максимально привлечь внимание и журналистов к этому событию, ибо мы внесем туда программу экономического и социального развития, которая утверждена на Международном Орловском форуме, и с этой программой наша партия пойдет на одумский и губернаторский выбор. Суть этой программы заключается в следующем. Если и дальше будем ползти по финансо-экономической колее Кудрина, Сулуанова и Грефа, то мы обязательно обвалимся. Почему? Потому что нет необходимых вложений в ремонт нашей экономики и инфраструктуры. Наше предложение – сформировать бюджет уже на следующий год 33 триллиона. Он позволит удвоить финансирование на науку, образование и здравоохранение, максимально поддержать фармацевтику и все сделать для того, чтобы спасти отечественное производство и поддержать тех, кто дадут нам дешевую и вкусную продукцию – агропромышленный комплекс, народные предприятия и сельхозмашинстроение. Программы готовы, проекты законов под это тоже. Мы настаиваем на том, чтобы «Единая Россия» рассмотрела их, не откладывая долгий ящик. Сейчас все бросятся готовиться к очередным выборам. Когда эти выборы пройдут, уже бюджет будет готов. И еще потеряем один год. Мы не можем их терять в силу того, что безработица за последнее время увеличилась в пять раз. Дети войны получают 7-9 тысяч в деревне и 12-14 в городе. Дети почти полгода просидели на удаленке, не в состоянии нормально учиться. А малый и средний бизнес, вот мы и только что завершили опрос, 77% заявили, что они в этом году не выживут. Одновременно мы подготовили программу развития и внедрения нашего опыта народных предприятий в каждой области и в каждом регионе. Я официально обращаюсь ко всем губернаторам и руководителям изучить наш опыт, с которым мы выступали на Всероссийском семинаре. Мы вместе с Министерством сельского хозяйства, кстати, активно поддержал эту идею президент, представили свою программу деятельности народных предприятий, освоение супертехнологий, солидной зарплаты и социальной сферы. Еще раз обращаюсь к администрации президента, или я официально этот вопрос поставлю у президента на встречу. Отвяжитесь от наших народных предприятий. Проложается судебная тяжба вокруг совхоза Ленина, хотя поручение соответствующее и Следственному комитету, и администрации президента даны. 705-й суд снова развертывается по инициативе «Единой России». Я обращался здесь к Володину, не отреагировали. Я прямо обращался к Неверову. Захватили Дом культуры, детей выгнали на каникулы и сидят с грязными сапогами, в грязных масках, по-прежнему парализовал один из главных объектов в этом микрорайоне, где проживает 10 тысяч человек. Обращаюсь к правоохранительным органам. У вас на столе лежит коллективное заявление наших депутатов. Наведите там элементарный порядок, и мы пригласим своих соотечественников бороться за достоинство и законность. 23 февраля наш огромный праздник – рождение непобедимой легендарной Красной Армии. До создания Красной Армии царская армия проиграла три войны подряд. Крымскую, русско-японскую и Первую мировую. Бездарно. Красная Армия не проиграла ни одного сражения. Поэтому мы будем отмечать этот праздник. Появились ретивые губернаторы типа Ростовского, которые говорят, мы вам запретим. Вы нам не запретите проводить наши мероприятия. Мы отмечали и будем отмечать главные праздники в стране. 7 ноября, день победы 9 мая, 1 мая, 23 февраля, 8 марта. Это наши любимые праздники. И каким бы вы ковидом ни прикрывались, мы проведем эти. С использованием всем необходимых средств, но проведем. Поэтому нашим собам дана прямая установка. Активно провести, обеспечить безопасность. Власть, видимо, шалела до такой степени под напором этой грязной навольнятины, что вчера Бондаренко и Николай решили привезти в очередной околоток за то, что он снимал и показывал один из небольших митингов. Я позвонил официальной власти и сказал, или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну. Мы не допустим расправы над своим талантливым депутатом. Кстати, суд 20 тысяч паял за то, что он стоял не там и не тех снимал. Но это прямое обращение партии власти. Вы сейчас должны не только орать, кто атаковал на митинге 23 января, кто махал дубинками. Уже на всех каналах разобрали детали. Вы посмотрите, кто пришел и почему пришли. Пришли плохо подготовленные ЕГЭшники, которые не знают свою историю, а все цветные революции начинаются прежде всего с перечерканной истории. Пришли те, кто оглушен эхом Москвы и у кого мозги промыты всякими антирусофобскими и антисоветскими дождями. Пришли и те, кто потерял работу и кто не видит выхода, потому что нет элементарных честных выборов. Пришли провокаторы, хорошо подготовленные иностранцами, во главе с их попом Гапоном, и которые знали, что делать. Они по строгому сценарию оранжевых революций провели 4 операции. Поэтому, если хотите в мире меры и спокойствия, стабильность в стране, то принимайте прежде финансо-экономические меры. В стране нужен новый курс, новая политика, сильное авторитетное правительство, финансо-бюджетная политика, которая поддерживала бы своих производителей, а пока поддерживает олигархию. За прошлый год олигархию макнула из страны и спрятала в свои бездонные карманы 7 триллионов рублей. Для ремонта экономики Мишустину и Путину было бы достаточно 5. Сегодня мы предложили министру решетнику пакет наших законов, который позволит сформировать и бюджет развития, и провести прогрессивную шкалу налогов, и обеспечить нормальное развитие и привлечение средств от всех рудников не в карманы 15 упырей, которые захватили народную собственность незаконно, а средства, которые пошли бы на развитие всех регионов и нашей страны. Я надеюсь, что партия власти безотлагательно эти наши предложения рассмотрит на заседание правительства. Еще раз приглашаю 15 февраля на обсуждение бюджета ближайшие трехлетки и нашей программы экономического вывода страны из кризиса.